Сегодня у нас 20 мая 2015 года. Вот мы сегодня был в субботне, вот это, среда сегодня. И было вечернее богослужение, праздник вознесения Господня. И вот батюшки сейчас после храма богослужения выгонят свою паству, овечек. Вот они какие, о! Как им радостно напажить и выбежать. Равка. Все дыщище дохвалит Господа, овечки. Проголодались. Проголодались, вот Никита стоит тоже. Вон брат Виктор. Пошел окормлять бессовестным пастом. Это помощница моя. Она вчера была именинница, два месяца ей было. Ух ты. Рада, ко мне, ко мне. Хорошо, ко мне. Хорошо, ко мне. Ай, молодец, ко мне. Ай, какая она у меня. Умница. А? Да, лунница. Куда ты лезешь чужим-то, а? Куда пошли? Куда? Куда нельзя, в огород. Куда нельзя? Ну, вот че ты. Ну, вот, верниться. Это у меня барашки с маленькими, скажем так, как это роддом. Вроде бы. Пока они недельки, две, три побудут дома, тогда уже большое стадо выгонять будем. Видишь, они с маленькими. Ну, вот так вот. Две пасты у меня окормляю. И словесная, и бессловесная. С бессловесной лучше. Более послушная. Ну, да, я видел, они за вами даже ходят. Да? Она сказала, куда они разворачиваются. А, словесная, говоришь, нельзя делать. И устав есть, и каноны все равно нарушают. Делай. Приходится употреблять эпитимью. А этим почти никогда эпитимью не употребляется. Вот так вот. А у меня и отец был. Потомственный пастух. Но отец был, он, такая у него память была феноменальная. Вот он пас овец. У него было, допустим, там овец, может, 107 деревенских всех. И он каждую овцу знал, какая овца какого хозяина. Бывало, идет стрижка. А хозяин или хозяйка подходит и говорит, Тихон Дмитриевич, моей овечки нету. А отец идет, а в этот день всегда там стараются угостить пастуха. Он уже немножко навеселе так это. Он идет. Ну-ка пойдем. Идет по стаду. Вот она, лови. Эх ты, свою овцу и не знаешь. Вот так вот. С одной рукой был отец, опас. Овечка объягнется. Тогда же не было телефона. Сейчас позвонили у нас. Допустим, овечка, мы быстро на машину поехали. Тогда не было же ни машины, ни телефона. Объягнется овечка. Он игненка целый день до вечера носит. На руках. На одной руке его носит. Не просит, он же не идет. Вот она носит. А как овечка тогда? Ну, овечка бегает, что она вечером придет, она это. Он ее это, который бегает, а который не может бежать. Его носит на руках. Как так. Было. Я с отцом уже тоже с шести лет под Пасхом был. Шесть лет уже с отцом целый день на степи. Было. Тогда рано выгоняли. Уже с пол шестого коров уже выгоняли и начинали выгонять. Потому что в колхозе рано на работу выходили. Уже к семи часам должны все быть на работе. И до десяти вечера пошли. Целый день на степи. Сейчас у нас ребятишки стараются, как-то считают, это в тягость, пасти, так прямо что ты. А я не знаю, мы как-то было такая в радость даже. Первый день в школу пошел, в школу ждал. А до того мне в школе не понравилось. О, в склад пошли на пшеницу. Там склад открытый с той стороны. Пошли в пшеницу есть. Сейчас, пойдем скорее, кто-то попадет от хозяина. Куда пошли? Куда пошли? Уже зашли. Краешку у фермеров пшенички попробовали. Ласточки здесь, в складе у Игоря, где-то сто, примерно двадцать гнезд ласточинных. Ласточки живут. Ласточки хорошие птички. У нас даже два гнезда в храме, над алтарем прямо, над царскими вратами. Два гнездышка свили и живут, выводят пенцов в храме. В воскресенье у нас был праздник, день деревни. Епископ приезжал, хор был с Покровского собора, с Барнового состердной школы. И как хористы-то запели, ласточки две залетели, как защебетали. Регент, регентует им, что они все эти хористки-то, рот нажимают, смех их берут. Они интересные, ласточки летают. Они как поют там, ну, выше голос, ласточки еще сильнее щебечут. До того интересно было. Они потом уже после судьбы до того смеялись. надо же, как они, говорят, нам вроде подпевают. Ну, вот так вот. У нас однажды была одна в лагере, еще давно это было. Одна сестра, она из Одессы, видела, говорит, сон. Сон такой, что будто бы птицы собрались на какое-то собрание. А она понимает голоса всех птиц. Что птицы говорят, она как бы понимает это. И вот они там рассуждают о чем-то. Что там? Худ! Рассуждают, которые хорошие, которые плохие птицы. Ну, и вышла она, говорит, так что. Признались, что воробей самый неверующий, безбожник абсолютный. А ласточки, говорит, те все, что говорили, все как будто бы они очень верующие такие, как христиане вроде бы ласточки. Интересно. А он бегут, батюшка. Да, все, иди, ладно. Нет, я говорю, бегу там. Куда? Куда? Ну-ка. Ну-ка, вот. Мелкотня. А тебе уже там это. Вот, ты зерно едят опять. Ну-ка, ну-ка. 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 Рано, ко мне. Куда она убежала? Рано. Мальчик, бегай. Вон она, вон, вон. Рано, ко мне, ко мне. Ко мне. Рано, ко мне, ко мне. Я здесь, ко мне. Ко мне. Хорошо, молодец, ко мне. Ай да, хорошая моя собачка. Ко мне. Ко мне. Аня, наверное, хорошо, послушная. Хорошо ко мне, хорошо ко мне. А чем вы подкармливаете ее? Кусочки мяса. Ну-ка, ну-ка, ладно. Ладно, ладно. Все, все, все. Ну ладно, все. Ага, слава Христу. Мерк.